Естественно, что только недавно, в прошлом, по-моему, году, умерла последняя пассажирка «Титаника». Знаете, да? Да, да. То есть, меня это поражает. Это было так давно, когда еще мир был молод, как поет Марлен Дитрих. До всего. В 2012 году он утонул. Еще все было хорошо. Еще не началась Первая мировая война. И вот сейчас мир гадко преобразился, с другой стороны сильно продвинулся и освободился. Все переменилось, все, все рухнуло, перемешалось, исчезли колонии, Европа стала единой. И вот, наконец, умерла последняя пассажирка «Титаника»-то прямая. Просто я не знаю. И при этом как все рядом, и как действительно мы за рукой здороваемся с другой эпохой. Это совсем, это как все равно, что античность какая-то, понимаете, туда Геродот вот сейчас выключил свет и вышел. Как это поразительно. И действительно, это какая-то, это мистическая катастрофа. Поскольку я описал самую статью про это дело, то я очень внимательно изучала ту литературу, которую удалось наскрести. Это поразительное дело, обросшее мистическими предсказаниями сопутствующие. Предсказания сопутствовали этому самому путешествию. И после гибели «Титаника» продолжались удивительные какие-то вещи, тоже связанные с его гибелью. Добрый вечер. В эфире канала НТВ, программа «Школа Заславия». И мои ее ведущие Абдутия Смирнова. И Татьяна Толстая. А в гостях у нас сегодня Сергей Викторович Смолицкий, сотрудник Института океанологии. Правильно? Правильно. А на самом деле замечательный, интересный человек, который инженер всех этих миров, которые погружаются под воду. Который, собственно, работал на кинофильме «Титаник», а также отправлял под воду Путину Владимиру Владимировичу. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Вы для начала только объясните, мне, по крайней мере, я думаю, что очень многие люди это все понимают, вот эти вот глубоководные аппараты, там страшное давление? Нет, внутри аппарата давление нормальное. Но на аппарат? А на аппарат, да. Каждые 10 метров прибавляется одна атмосфера. А глубина погружения к «Титанику»? Ну, 3 километра, 3,600. 3,5 километра. Ну, 360 атмосфер. 360 атмосфер? То есть он плющит и колбасит, смотрите. И колбасит. На самом деле. Ну, вот, как раз для того, чтобы продемонстрировать, как плющит и колбасит, у нас такая есть сувениры. Ага. Давно мы уже такие делаем. Когда приходим работать в какой-нибудь новый район, то вечером все свободные сидят и, как проклятые, значит, набирают стаканчики такие. Я показываю. Да-да. Я понесла. Из пористого материала стаканчики для кофе. Полистирол, да. Да, пенополистирол. Вот. Набирают таких стаканчиков цветными, несмылаемыми фломастерами, их разрисовывают. Потом, значит, закрепляют снаружи аппараты в сетках таких, ну, в тех местах, где они не мешаются. Вот аппарат идет на дно, возвращается и, значит, потом вот все, все вот так вот разбирают свои стаканчики. Вот это. Масштаб. Красиво. Но это уже каждый в меру художественных способностей. То есть вот эта вот штученка, она была... Ну, я не помню, что на ней написано там. Обычно всегда... Если Титаник, то 3600. То есть вот это вот... Титаник, Титаник. Атлантический океан, мир один и мир два, экспедиция. Что мне больше всего нравится, что люди с физическим образованием, да, гуманитарий, ладно, их легко удивить, пальчик покажешь, а у них вот такое изумление, потому что понятно, что эта вещь там, ну... Ну, это только с хористыми вещами такое происходит. Но что до такой степени, он причем остается мягенький, хорошенький. То есть из него пить можно. Скажите, пожалуйста, вот я читала ваши, скажем так, воспоминания о работе во время фильма «Титаник», и меня поразило то, что под водой было отснято больше двух часов материала, а в картину вошло из отснятых кадров... Около пяти минут. Около пяти минут. Я вот думаю, обидно же, наверное, было. Я не знаю, на «Титанике» работать было очень интересно. А вообще им понравился? Мне нет. Но работать было очень интересно. А почему не понравился фильм? Не знаю. Не знаю. Слушай, сентиментальная дребедень? Не зацепила. Вот. А вот после «Титаника» мы с Камероном работали еще, по-моему, четыре раза, если я не ошибаюсь. И мы делали с ним уже документальное кино. Это было интереснее, с моей точки зрения. Эти фильмы интереснее. Но «Титаник» это была первая такая вот большая работа с Камероном. А вообще с ним работать очень интересно. Трудно. Трудно. Он сложные задачи ставит. Но очень интересно. Он такой совершенно сумасшедший дядька. Угу. Стукнутый на том, чтобы сделать. Вот. Он как мотор бегает. Ну и всех заставляет бегать тоже. Угу. И там, значит, ну, группа на Келдыша получается такая, ну, где-то пополам-напополам. Американо-российская. Вот. И, значит, он своих гоняет страшно. Они ужасно боятся. Вдруг он обнаружит кого-то незанятым. И вот там один американский оператор какой-то показывает. Показывает, как три часа он уже устал. Угу. Вот. Я его спрашиваю, ну, что устал? Устал. Я говорю, а что, где права человека? Угу. Встрепенулся, посмотрел и сказал, здесь Голливуд, здесь Камерон, здесь кино, здесь нет прав человека. Вот. И вообще вот с ним всегда, всегда в каждом новом фильме это какое-то абсолютно новое, какое-то абсолютно новое оборудование, которого еще никто никогда на таких глубинах не употреблял, не применял. Вот. Ну и в итоге... А что за четыре документальных картины, которые вы с ним называли? Про что? Значит, после «Титаника» был большой перерыв, потом был фильм, который назывался «Духи бездны». Это о «Титанике». Опять-таки. И там интересно было в этом фильме... Значит, он в 3D формате снимался. И там было очень интересно. Он несколько раз применил такой прием, значит, игровые кадры на палубе «Титаника» ходят, значит, пассажиры в одеждах 12-го года, дамы и господа. А потом так, значит, экран темнеет, и вот на этом месте проступает сам ржавый «Титаник», какой он сейчас. Или наоборот, обратно, вот идет панорама через «Титаник», он останавливается, показывает мостик с остатками штурвального... штурвальной установки. Вот, значит, вот так идет камера вокруг, и вдруг, значит, на этом месте проступают люди, проступает штурвал и какие-то там игровые кадры. Вот. Надо сказать, что когда это в 3D смотришь, действительно, вот тут чего-то такое между лопатками пробирало периодически. Вот. Потом мы с ним снимали фильм о Бисмарке. Это немецкий линкор, потопленный англичанами в июне 41-го года. Это было страшное совершенно, чудовое веще, значит. На меня больше всего производится впечатление, когда, значит, я вспоминаю, что там было 4 орудийных установки, которые выстреливали снарядом весом в тонну на расстоянии 30 километров. Вот это так. Вот. Ну, а все остальные пушки, это уже так, не считается. Мелочь всякая. Вот. И... А какая же точность, извините, какая же точность попадания на 30 километров? Ну, естественно, это уж как повезет. Как повезет. Жалко же эту тонну металлу, условно говоря. Но зато, если она попадет... Нет, понимаете, когда тонна, она больше поможет, конечно, по береговым укреплениям. Ну, да. Вот. А если в морском бою, то не на 30 километров, скорее всего, поближе. Вот. И у этого линкора была очень короткая жизнь, короче, чем у «Титаника». Он вышел в свое первое боевое плавание. На второй, по-моему, день плавания он в трехминутном бою потопил английский флагман крейсер «Худ». Вот. Не повезло англичанам. Там снаряд, вот в аккурат снаряд попал в склад боеприпасов. И, значит, этот «Худ» разнесло... Три человека спаслось. Из, по-моему, полутора тысячной команды. Три человека осталось в живых. Вот. И когда, значит, они это проделали, Черчилль ужасно возмутился и сказал слова, которые вошли в историю. Он своим военным морякам сказал, «Мне наплевать, как вы это сделаете, но вы должны потопить «Титаник». Потопить «Бисмарк». Вот. «Бисмарк» был потоплен через три дня после этого. Ну, там очень драматическая история. Она описана, она есть, это интересно. Вот. Ну, он получил, собственно, такую махину потопить очень трудно. А он, к тому же, от англичан убежал. Они его потеряли. И несколько дней не могли найти. Потом случайно самолёты увидели. Ближайший был к нему авианосец, на котором базировались лёгонькие самолётики времён Первой мировой войны, которые несли одну торпеду. И вот они полетели, там, из... Что-то, я не помню, больше десятка самолётов сделало атаку. В итоге попала одна торпеда, но торпеда попала в руль. И ему руль заклинило в положении набок. И после этого он уже, вот, при всей своей этой мощи, он стал малоуправляем. Ему надо было идти на ремонт. И тут его отловили, окружили. И 20 с лишним английских кораблей в течение нескольких часов его расстреливали. Вот. А потом, значит, немцы с англичанами до сих пор спорят. Это для них принципиальный вопрос. Немцы говорят, что они всё-таки сами открыли Кингстоны. И сами его потопили. А англичане говорят, что нет, это они его потопили. Вот. Ну, я так думаю, что если бы они не открыли Кингстоны, то он бы потонул просто на несколько часов позже. Потому что, ну... Угу. Вот. Это близко сказать. Вот об этом такое... Да, и вот был документальный фильм. Тоже погружались к Бисмарку. Снимали Бисмарк на дне. Вот. Внушительная такая. А он глубоко? Он... Я не помню сейчас точно, он за четыре. По-моему, что-то четыре с хвостиком там. Вот. У нас ещё, значит, на Килдыше было два моряка, которые с него спаслись. Да? Да. Старенькие. Кунт и Штеек. Вот. Туда-то к Бисмарку на дно их не возили. Но они и на палубе очень переживали, конечно. И когда видео смотрели, они, значит, сначала сдерживались, потом сдерживаться перестали. А как вы решили стать подводным человеком? Вы с детства хотели бы... Всё началось... Как известно. Всё начинается с мытья посуды. Да. Всё началось с того, что... А, нет. Всё началось с того, что в 58-м, по-моему, году я по чёрно-белому телевизору увидел фильм «В мире безмолвия». Кусто. Так. Вот. Это... Это было... Незабываемое событие. Мы жили в коммунальной квартире, значит, на семь семей. На семь семей было три телевизора. Вот. И, значит, в этот вечер все распри были забыты. Все семь семей собрались у двух телевизоров. К третьему телевизору в гости всё равно не ходили. А что такое? И все, значит, смотрели в «Мире безмолвия» кусто. Все были под впечатлением, когда кончилось, обнаружилось, что у Вити Юдаева из прихожей украли пальто. За это время. Вот. Потому что смотрела вся Москва. Этот фильм. Вот. Когда я его через полгода посмотрел в кино «Цветной», на меня это большего впечатления не произвело, потому что, в общем, оно достигло насыщения. О, Боже. Больше не могло быть впечатления. Но, естественно, это всё было ужасно интересно. И тогда... Тогда как раз всё это происходило. В 60-м году Дон Волш и Жак Пекар опустились в Марианскую впадину на 11 километров. Это непобиваемый рекорд, его нельзя побить. На планете Земля глубже ямок нету. А вы там были? Нет. Миры... Сейчас вообще нету технических средств, которые могут туда погрузиться. А когда они погрузились? Ну, они погрузились в 60-м году. И с тех пор? Ещё несколько раз, значит, несколько лет этот триезд поработал. Потом его вытащили на берег, поставили в музей, он стоит. А что нельзя сделать... Ну, можно. Можно, конечно. Но дело в том, что вот... Или там делать нечего просто в Марианской впадине? В основном нечего. Вот. Дело в том, что глубоководные аппараты сейчас, если строят, то строят шеститысячники, как миры, которые на 6 километров могут погружаться. 6 километров – это глубина, которая покрывает 98,5% площади Мирового океана. Значит, на большие глубины приходится 1,5%. Вот там-то все секреты. Ну... В Москве, Змеи, Баттам. Да, наверное. Наверное, там, потому что на меньших глубинах не обнаружен. А вот этот спуск в Байкал, в чём его, как бы, цель? Цель, смысл? Два института местных. Значит, в Иркутске – лимнологический институт. В Улан-Удэ – бурятский институт природных ресурсов, по-моему, он так называется. Там много учёных, которые много лет занимаются тем, что изучают Байкал с разных сторон. И когда им сказали, что им представится возможность погрузиться и воочию видеть, что там над ней, и производить исследование, не только опуская приборы сверху, но и, значит, лично всё видя, конечно, там сразу можно написать такую программу, что её в 10 лет не сделаешь. Так что, что изучать там, слава тебе Господи. А их что-нибудь там удивило? Типа, как Садко-Богатырь, гость. Да, да. Ну, во-первых, там в районе Чеваркуйского, Чеваркуйского или Баргузинского, забыл, залива, значит, там, это раньше было уже известно, там из дна Байкала выделяется нефть. Пропал. Нет, 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 Байкал не пропал, её там выделяется мало, её никто там добывать не будет, потому что там очень маленькие запасы её. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, Байкал. Конечно. Вот. Но самка пачкает, так и обнаружили, потому что обнаружили, что на поверхности пятно. Вот поэтому пятно её нашли. Сначала предположили, конечно, это до нас всё было. Сначала, конечно, предположили, что там что-нибудь утопло, и из него выходит. Вот. Потом, значит, ну, что-то его вот много выходит. Пятно примерно в квадратный километр, его наблюдают много лет, оно не увеличивается и не уменьшается, оно постоянно. Вот. Значит, посчитали, что... А куда она девается? Вот как же, вот она выходит, квадратный километр, А почему она не распространяется плёнкой? А потому что, ну, вот оно плёнкой и распространяется вот так. Ну, а дальше? А дальше, значит, уникальность фауны Байкала в том, что там есть какая-то бактерия, которая это дело потребляет. И вот такое динамическое равновесие. Четыре тонны, приблизительно посчитали, четыре тонны ежегодно из дна выходит, четыре тонны бактерия сжирает. На всякой икре найдётся... Да, 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 полприрода. Вот, но просто это потрясающе интересно, потому что можно вот воочию видеть, как эта нефть образуется, ведь до сих пор нету единой точки зрения на то, как, собственно, вот образуется нефть. Да, есть две, насколько я знаю, теории. А тут, значит, вот она прямо из дна сочится, и там очень интересно, там на дне битумные корки, стлагмиты такие, значит, вытянутые. И удалось заснять на видео и на фото, замечательно совершенно, значит, аппарат дежурил около одного этого холмика, и засняли на видео, как на кончике холмика накапливается, накапливается капелька, потом отрывается и пошла наверх. Следующая накапливается, отрывается и пошла наверх. Какой ерундой мы с вами всю жизнь занимаемся. Вот где жизнь. Вот. Там и там вот весь осадок на дне, там же, ну вот максимальная глубина Байкала 1637 метров, насколько я помню, замеренная. Вот. Но это расстояние от поверхности воды до осадка, до ила. А само ложа, вот каменное ложа, оно уходит намного глубже, и там, там несколько километров, я не знаю точно, но это вот всё, значит, засыпано осадком таким. И вот эта нефть, которая где-то там глубже образуется, она пропитала весь этот осадок. Когда аппараты первый раз туда, значит, сели, вот тут же поднялись облака, вокруг них облака мазута. Вернулись они, значит, вот у нас фотографии есть, ну вот так, как трактор у нерадиового тракториста. Они все грязные-грязные были. А в этом году нашли огромные залежи газогидратов. А газогидрат – это тоже такая очень интересная вещь, которую сейчас разведывают во всём мире и нигде не добывают, потому что непонятно пока что, как его добывать в промышленных количествах, потому что он весь глубоко, пока его наверх вытащишь, он испаряется. Это, значит, вот газ... Он зачем нужен? Он... Газогидрат нужен – это топливо будущего. Это связанный... Это газ, который выделяется из дна, не только в Байкале, это очень много и в Мировом океане, и в пресных водах, но на большой глубине. Значит, вот он выделяется, когда из дна, под большим давлением и при низкой температуре он контактит с водой, и получается такое плотное беловатое вещество, типа снега или льда. Но если его придумать когда-нибудь, как его с таких глубин в достаточных количествах вынимать, то кубометр газогидрата даёт, если не ошибаюсь, 160 кубометров газа. Вот. Но пока, так же, как железо-марганцевые конкреции разведывают, картируют на дне, и пока что... Это какая-то мистика загадочных тайн. Саша, пожалуйста. Просто мистика. Знаете, вот... Да. У нас ещё куча вопросов, но это дело в том, что наш редактор Аркадий, он сочинил вопрос, который меня потряс совершенно. Так? Я не могу его не задать, хотя я не понимаю, про что. Что происходит с проблемой территориального разделения шельфа Северного Ледовитого океана? Там что происходит? Кому принадлежит подводная часть? Кому принадлежит прилегающая к берегу той или иной страны часть моря? Вот. Значит, есть экономическая зона, территориальные воды, экономическая зона. И, значит, есть такое положение, что вот если доказать, что континентальная плита, на которой расположена какая-то страна, если эта континентальная плита простирается за пределы экономической зоны, то страна имеет право претендовать как исключительно, так сказать, исключительными правами на эту территорию морскую. Потом, значит... Это, я так понимаю, это у нас с норвежцами какое-то неудовольствие? Со всеми. И с норвежцами, и с канадцами, потому что вот там, значит, наши геологи доказывают, что русская плита, она ищет... Плита самая плитная. Ну, а что плита самая. Далеко простирается. Потом в какие-то годы была предпринята попытка просто так вот некоторыми странами вот взять от крайних оконечностей, провести меридианы до полюса. И вот всё, что здесь есть, это всё наше. Ну, естественно, самая длинная северная морская граница у нас. Так что, если таким образом делить... Это всё наше. То, да, больше всего... Но, насколько я знаю, сейчас наши официально на этом не настаивают. Ну, в частности, вот мы получаем, насколько я знаю, страна получает большие деньги за северный морской путь. Потому что... Разрешаем проехать? Да, разрешаем пройти. Берём за это какие-то деньги. И вот сейчас разговоры... Соловей разбудят. Если... Другие тоже берут у кого-то. Я знаю. Вот. Если полярная шапка растает, и все начнут ходить, как им Бог на душу положит, а не нашим северным морским путём, вот тут, значит, очень большие... Слушайте, а растает? Вы меня спрашиваете? Вы же всё знаете. Это же вопрос не климатический, а политический. Ну, вот наш... Надо будет, не растает. Руководитель Анатолий Михайлович Соголевич, он про Байкал всегда говорит, что Байкал, вы знаете, что он расширяется. Да? Он трещина. Он рифтовая зона, и он разъезжается. Там плиты, коры разъезжаются. Вот. И посчитано, что через 40 миллионов, по-моему, лет... Так. ...Байкал соединится с северным ледовитым океаном. Ну, так он... Вот. И Анатолий Михайлович, когда это произносит, он всегда говорит, вот я вам говорю, через 40 миллионов лет придёте... А тут всё наше. ...и сами увидите. Вот. Вот я примерно так же могу сказать про полярный лёд. Сергей Викторович, а теперь расскажите, пожалуйста, про вашу семью и вот про эту книжку, которая... Да. Это, значит, совсем... Про другое. Про другое, да. Интересная. Интересная московская семья. Очень интересная. Ну... Расскажите. Про дедушка был врач-отуларинголог Лев Семёнович Тих. Вот, собственно, книжка называется «На банковском». Он снял квартиру в Банковском переулке. Ну... Практикующий врач с семьёй, жена, трое детей. Значит, как профессор Преображенский. Да. Ему сколько комнат надо было. Вот доктор Штиф тоже снял квартиру. Значит, шесть комнат там тогда было. Это какие годы? Это были восемьсот девяностые годы. Конец восемьсот девяностых. Вот, Мясницкая строящаяся, бурно строящаяся Мясницкая, я говорю, что он снял, значит, в районе новостроек квартиру. Лев Семёнович, значит, как я понимаю, с Леонидом Осиповичем Пастернаком, они, наверное, познакомились и подружились, когда оба учились на медицинском факультете. Хотя, когда именно они познакомились, этот факт истории не установлен. Вот, но дружили, знакомствовали и дружили. А потом, значит, когда у Леонида Осиповича детишки пошли, Лев Семёнович их всех в своё время лечил от всех детских хворей. Вот, и, значит, старшие сыновья Александр Штих и Борис Пастернак. Одногодки, оба в девяностом году родились, и они подружились. Вот, уже, так сказать, не только, когда родители друг к другу на ёлку приводили, а уже сами подружились. Ну, для исследователей биографии Пастернака Александр Штих фамилия известная, больше сорока писем сохранилось. Александр Штих был, ну, едва ли не первым, кому Борис написал из Марбурга, что я порываюсь в философии искусства и больше ничего. И ещё их сдружило то, что они и стихи писать оба одновременно начали. Вот, и оба готовились в поэты. И они сохранили эту дружбу на всю жизнь? Они сохранили эту дружбу на всю жизнь, просто, ну, дед, так сказать, от активного литературного процесса отошёл. Хотя очень интересовался. А кем он стал в итоге? Он по основной, по образованию прошёл, юрист-экономист. Вот, ну, значит, поэзией всю жизнь очень интересовался, и как я потом уже, много лет спустя, узнал стихи, писал практически до смерти. До самой. До какого года должен? В 62-м умер. Вот, и... А Нобелевская пастернаковая какой год? 58-й или 9-й? Нет, это всё, это всё, да. В этом? Да, это всё переживалось. Я после дедушкиной смерти нашёл папку, вот такую вот толстую папку с тесёмочками, вырезок из газет. Когда травили пастернаковая? Да, 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 так что все эти заголовки... Мой дедушка травил, а ваш дедушка вырезал. Ну, я всё это знаю. Вот, всё это... Друзья встречаются много. Вот, очень много, ну, больше 40 писем сохранилось. Дедушка сохранил. Дедушка, значит, вот он, хотя в 62-м году умер, но он, наверное, всегда понимал. Масштаб. Да, да, ему не суждено было этого увидеть. Но Евгений Борисович рассказывал, сын Бориса Леонидовича, Евгений Борисович рассказывал, что после смерти Бориса Леонидовича дедушка к ним пришёл. Дедушка принёс несколько стихотворений, записанных им по памяти, которых не было у них. И рассказал очень много вещей, которые в то время потомки не знали. Как он сам выразился, он рассказал то, что они должны были знать. И он нажал, опять же, это слова Евгения Борисовича, он нажал ту пусковую кнопку, которая, значит, вот привела впоследствии ко всем биографиям, ну вот, ко всему тому, что мы сейчас знаем. Вот, а, значит, дедушкин младший брат, Миша Штих, он устроился работать в гудок, в газету «Гудок», потому что... В этот момент работали... Ну, да, 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 да. Олеша, Катаев, Булгаков, Ильф, Ильф Петров. Значит, вот эта идея писать, идея Катаева, что он будет дюма-пер, и у него будут литературные негры, он, значит, прибежал, высказал это на... в помещении четвёртой полосы, и это было воспринято всеми как весёлый трёп, он это рассказал и убежал. И никто этого всерьёз не воспринял, кроме Ильфа. А Ильф, значит, он как-то вот очень на эту тему задумался, и он сделал предложение двум товарищам писать втроём. Петрову Катаеву, младшему, и Штиху, Михаилу Штиху. Вот, но Миша мне это рассказывал, значит, уже совсем на склоне лет, так, рассказывал, останавливался и заглядывал куда-то туда, значит, туда. А я сидел, внимал и ждал, пока он оттуда-сюда придёт. Он сказал, мне, во-первых, показалась дикой сама идея писать втроём. Потом подумал, сказал, ну и вообще, конечно, я был бы лишним. Надо было бы писать вдвоём. Вот. Это вот, значит, и ещё там потрясающая одна история. Это уже такая моя литературно-историческая теория. Значит, в девятнадцатом, по-моему, году, или в восемнадцатом, сейчас не помню, семейство получило предписание зимой выметаться из квартиры, потому что через площадку была какая-то, значит, кооперативная контора, которая решила расшириться и занять вот эту докторскую квартиру. Они спросили, собственно, а куда деваться-то? Им сказали, ваше дело. Отлично. Всё. Постановление окончательное. Всё. Гуляйте, ребята. Ну и они задёргались. Миша, значит, в воспоминаниях писал, что они... Анжелика Балабанова была одна из пациенток прадеда, и когда она позвонила в очередной раз, он сказал, что приёма не будет. Это уже был... Вот, и рассказал, рассказал эту историю. Собачий сел. Вот, вечером раздался звонок в квартиру. Открыли, на пороге стоял красноармеец, который вручил пакет из Кремля. И когда они пакет из Кремля распечатали, там был, опять-таки, лист большой, такой, как сейчас бы сказали, А4. Совет народных комиссаров, на котором было написано, той же самой рукой, всё. Выселение семьи доктора Штиха приостановить и не выселять этой семьи, вплоть до особого распоряжения. Ульянов Ленин. Это, конечно, зашипно. В чём поразительно, что ведь, на самом деле, это как бы история несостоявшихся, в некотором смысле, да? То есть, Александр Штих собирался стать поэтом, но им стал соседний с ним Борис Пастернак. Дальше Михаил Штих мог быть автором «Новенадцатой стуле», но ими стали Эльфа Петров. Вот, и дальше, как Миша описывает, значит, они пошли в жилконтору с этим Бланком, а там сидела такая громогласная особа, как он пишет, которая, значит, когда она поняла, с чем они пришли, она стала на них кричать, и она произнесла совершенно скроментальную фразу. Она сказала, вам же было русским языком сказано, постановление окончательное, и никто вам не поможет, хоть сам Ленин вам напишет. И тогда, значит, прадед сказал, что вот как раз сам Ленин и написал, и положил перед ней эту бумажку. Вот, значит, по Мишиным воспоминаниям она прочитала, пошла пятнами, потом долго рассматривала бланк, печать, и когда прадед ее спросил, этого достаточно? Она сказала, да, этого достаточно. И я-то вот думаю, что это как раз вот с изгнанием Швондера, бумажка окончательная, броня. Да, да. Вот, это... А собачки, собачки в вашей семье... Нет, собачки в нашей семье появились позже. Собачки в семье появились намного позже. Спасибо вам огромное, Сергей Викторович. Я бы еще слушала... Я бы слушала, да, абсолютно. Время из него. И потом книжку буду клянчить у вас. Книжку, да, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Великий мечтатель, русский философ Николай Федоров считал, что одной из главных, самой главной задачей науки является оживление всех когда-либо живших на свете людей. Значит, мы не знаем, удастся когда-нибудь это науке сделать или нет, но мы можем сохранить какую-то часть живой памяти о людях, которых мы знали, о людях, с которыми мы встречались, о людях, которые жили до нас. Поэтому я думаю, что каждый, ну, по крайней мере, каждый образованный человек должен что-нибудь сделать, чтобы передать потомкам вот часть этой живой памяти своей, своих близких, своих предков. Пишите записки, господа, пишите воспоминания. Субтитры подогнал «Симон»